Доброе время суток, дамы и господа. Картина ТВ, вопросы и ответы. Я ее ведущий, Юрий Тенман. Сегодня я специально делаю выпуск для любителей футбола. Олимпиаду мы сейчас пока уже больше не трогаем. Я рассказывал всем, где ее смотреть, все знают. И я думаю, все смотрят, соревнования интересные, Олимпиада яркая. Что касаемо футбола. Продолжаются игры Лиги Чемпионов. Уйдет последний, уже третий квалификационный раунд. И интересно наблюдать за киевскими динамовцами. Первое противостояние с партизаном из Сербии завершилось. И уже теперь, конечно, можно говорить счет. Киев, конечно, проехался большим катком по Сербии, по партизану. Счет 6-2 и 3-0 говорит сам за себя. Но теперь противостояние будет намного интереснее, потому что предстоит играть с Блазго Рейнджерс. И эта шотландская команда имеет очень глубокие традиции в европейских кубках. Она со своей серьезной историей. И игра у нее хорошо поставлена. И хотя в этом сезоне как бы мы не знаем точно, на что они способны. Потому как они сейчас тоже представляют собой своеобразную серую лошадку. И непонятно, как они будут играть. Но я думаю, что эти матчи уже будут намного серьезнее, чем противостояние против Сербов. Будем, как говорится, посмотреть. Эту игру, естественно, Кармкина Телия сможет вам показать. И вы ее увидите. В папке украинских каналов она стоит на канале 2 плюс 2. Завтра, во вторник, первая игра. Ищите ее в сетке. Я не буду говорить время, потому что оно у всех разное. У нас у всех разные часовые пояса. Игра состоится первая в польском Люблине. Динамовцы Киева будут выступать в роли хозяев. Состоится она на стадионе. Стадион Люблин. Так и будет польский. Ну и будем болеть за Киев. Хорошая будет игра. Настоящая игра Лиги Чемпионов. Я не помню точно, но мне почему-то кажется, что уже с третьего раунда игры Лиги Чемпионов получают традиционный антураж. И это значит, что перед игрой, когда команды строятся, уже будет традиционно звучать гимн Лиги Чемпионов, в котором мы с вами завтра и услышим победы киевлян. Всего доброго. С вами был Юрий Терман. Картина ТВ. Вопросы и ответы. Болеем за наших бывших. У нас все бывшие. Что Казахстан, что Грузия, что Узбекистан, что Украина. Но все свободные. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok